Сегодня я расскажу вам, как раз и навсегда справиться со своим сексуальным аппетитом, способствуя радикальной трансформации в вашей жизни для достижения всех целей, поставленных в эту цифровую эпоху, насыщенную отвлекающими факторами и мгновенными выгодами. В ситуации, когда принято теряться между эфемерными удовольствиями и поверхностными связями, стойки выступают в качестве мудрых наставников, чье вечное наследие находит отклик в нашем мире. Мы исследуем применение его принципов самоконтроля, умеренности и эмоциональной глубины в наших современных отношениях, особенно в сексуальной и эмоциональной сфере. Следуйте за нами в этом философском путешествии и зарегистрируйтесь, чтобы узнать больше об этих увлекательных темах, начиная с первой главы, посвященной умеренности и самоконтролю в стойческой философии. Фундаментальная концепция умеренности и самоконтроля учит нас разумно управлять своей сексуальной энергией, не подавляя свои желания, а направляя их таким образом, чтобы это было выгодно нам и другим. Стоицизм предупреждает нас о мимолетных искушениях, напоминая, что наши сексуальные отношения также должны руководствоваться умеренностью в мире, полном поблажек. Умеренность обеспечивает нам баланс между страстью и ответственностью, позволяя нам наслаждаться близостью в полной мере, а не поглощать ее поспешно. Когда мы проявляем самоконтроль в наших интимных взаимодействиях, мы раскрываем глубину, превосходящую мгновенное удовлетворение, устанавливая более богатые и значимые связи с нашими партнерами, основанные на взаимном уважении и глубоком понимании. Применяя в таких ситуациях умеренность и самоконтроль, мы не только предохраняем себя от импульсивности, но и воспитываем самодисциплину и уважение к себе и другим. Эта умеренность позволяет нам использовать нашу сексуальную энергию обогащающим образом, создавая более глубокие и прочные связи, выходящие за рамки мимолетных моментов удовольствия. Входя в главу о важности эмоциональной связи, мы узнаем, что человеческие отношения, особенно интимные, выходят за рамки физического союза. Стойки с их глубоким пониманием человеческой природы подчеркивают, что истинное богатство отношений заключается в эмоциональной связи, разделяемой между людьми. Во время наших интимных переживаний эта связь становится глубокой связью, проникающей в самые интимные сферы нашего существа. Принимая эту эмоциональную близость, мы создаем подлинное пространство, где мы можем быть самими собой, освобождая себя от давления совершенства и позволяя нам поделиться своими самыми глубокими страхами, надеждами и мечтами с нашим партнером. Эта эмоциональная связь порождает чувство принадлежности и безусловного принятия, обеспечивая благодатную почву для взаимного роста и исцеления. Когда мы испытываем понимание и подлинную любовь к тому, кто мы есть, наша сексуальная энергия становится отражением этой более глубокой связи. Вместо того, чтобы просто искать физического удовлетворения, мы находим удовлетворение в совместном выражении любви и понимания, тем самым укрепляя эту эмоциональную связь в наших интимных отношениях. Мы не только находим большее удовлетворение и удовлетворение, но также создаем прочную основу для любви, которая сохраняется перед лицом жизненных трудностей. Подлинные эмоциональные вложения превращаются в путеводный свет, освещающий наш путь к истине, близости и удовлетворению потребностей. Переходя к главе 3, мы принимаем непривязанность и принятие непостоянства. Мы осознаем постоянно меняющуюся природу жизни. Отстраненность и принятие непостоянства – это учение стойков, которое помогает нам принять жизнь. Эта фундаментальная концепция практики непривязанности и принятия непостоянства не подразумевает эмоционального дистанцирования от тех, кого мы любим. Напротив, мы освобождаемся от чрезмерных ожиданий и привязанностей к тому, как все должно быть, признавая, что наши отношения подвержены изменениям и эволюции. Мы учимся ценить каждый общий момент, признавая, что отношения изменчивы. Мы становимся наблюдателями своего опыта, наслаждаясь каждым ощущением и эмоцией без осуждения и сравнений. Эта свобода позволяет нам более глубоко общаться с нашим партнером, присутствуя и преданной каждому общему моменту. Когда мы включаем отстраненность и принятие мимолетности в свой личный опыт, наши межличностные связи приобретают большую аутентичность и значение. Вместо того, чтобы сопротивляться естественному потоку существования, мы сливаемся с ним, открывая красоту и радость в каждом опыте, независимо от его траектории. Это принятие позволяет нам любить более полно, направляя нашу энергию на искренние моменты связи и привязанности. Выражаем благодарность и поощряем сострадательную любовь. Мы понимаем, что, приняв эфемерную природу, мы обретаем истинную свободу и вечную радость. В четвертой главе тема благодарности и содействия сострадательной любви рассматривается стойками как путь к более глубокому пониманию. Они признали, что практика благодарности позволяет замечать красоту в мелких деталях и ценить дары жизни, в том числе любовные отношения. Воспитывая благодарность в нашей внутренней жизни, мы превращаем эти моменты в выражение глубокой связи и сострадательной любви. Мы рассматриваем нашего партнера как ценный подарок, ценя каждый общий смех, каждый жест привязанности и каждый момент единения. Развивая благодарность не только к нашему партнеру, но и ко всему человечеству, мы преодолеваем эго и соединяемся с общим человеческим опытом. Эта любовь позволяет нам оценить красоту, уязвимости и силу сострадания. На избранном философском пути мы применяем стоические принципы к нашим интимным переживаниям, открывая путь к более глубокой связи, эмоциональному удовлетворению и безусловной любви. Каждый урок, от умеренности и самоконтроля до эмоциональной связи, отстраненности и благодарности, дал нам новое понимание того, как преобразовать нашу сексуальную энергию в положительную, значимую силу как в наших отношениях, так и в окружающем нас мире. Благодарность окружает нас, открывает множество возможностей, ценя каждый момент, проведенный с нашим невероятным партнером. Перед красотой эмоциональной связи мы находим силу в отстраненности и действиях, которые делают наши отношения отражением нашей высшей сущности. Вложение энергии в эти практики умножает их, превращая в любовь, сострадание и радость, которые излучаются вокруг нас. Если это сообщение нашло у вас отклик, мы приглашаем вас подписаться на канал, поделиться тем, что вы узнали, и пообщаться с нами через комментарии. Мы с нетерпением ждем ваших отзывов и ответов на ваши вопросы. Мы призываем вас взять с собой эти уроки, практикуя сострадательную любовь, благодарность и эмоциональную связь во всех аспектах вашей жизни. Пусть каждая интимная встреча станет общим объятием и демонстрацией поддержки, которая даст вам возможность стать проводником позитивных изменений в мире. Если вам понравилось, не забудьте подписаться и поставить лайк. Хорошего дня и увидимся в следующем видео.